Сельскими лесами Эти вопросы сейчас обострились именно в этом году Когда ликвидировали межколхозный лесхоз Вы знаете, что раньше сельские леса Они были в пользовании Это государственный лесной фонд Он был в пользовании у колхозов, у садхозов Затем, восстановлением правительства области Все эти леса были переданы в государственный лесной фонд Но, как выяснилось, была там допущена определенная ошибка При подготовке этого восстановления И сейчас очень многие бывшие собственники Это агропромышленные предприятия Обращаются в суды И суд выносит однозначные решения в их пользу Об отмене вот этого пункта восстановления правительства По передаче в государственный лесной фонд И леса возвращаются обратно В агропромышленные комплексы И очень сейчас такая тенденция нехорошая Порядка 300 тысяч гектар Это очень большие площади перешли в земли Они, некоторые из них сейчас находятся В долгосрочном безвозмездном пользовании А часть уже по решению местных глав администрации Были приобретены в собственность У нас в лесном кодексе как бы не нет сейчас пока То есть на них, на эти земли, на эти леса Не распространяется действие лесного кодекса На сегодняшний день И очень все непонятно ситуация А площади большие На этом сейчас приходится заниматься И не только мы Эта позиция беспокоит и нашу прокуратуру Они сейчас активно этим вопросом занимаются Это очень больной вопрос Причем, наверное, не только в нашей области А вообще в системе лесохозяйственного комплекса Ситуация с кадрами очень напряженная Ну, во-первых, скажем С введением нового лесного кодекса Численность лесной охраны Резко сократилась на порядок У тех, кто остались Скажем, та зарплата Которую сейчас платят Начинающему лесоводу Который закончил технику Или институт Ну, после технику Обычно это мастера леса Зарплаты там 8-10 тысяч Ну, что за зарплата Для мастера леса Участковые лесничьи Там 10-12 Инженер лесного хозяйства Это уже инженерные должности Где-то 12 Ну, там, максимум 14 Со всеми премиальными Там и прочее Очень важный такой момент Леса стали сдаваться в аренду На, путем проведения аукциона И на сегодняшний день У нас 70% лицов Сдано в аренду Это очень значительный процент Вот арендаторы Которые приходят Заявляются на участие в аукционе Никакого отбора Или требований к ним Особенных Не предъявляется То есть любой Приходит Заявляется И порой приходят люди Которые не имеют Ни техники Ни опыта работы Ни кадров Специализированно Специально подготовлено Для работы в лесу Поэтому Они, как бы Взяв в аренду Вот этот Участок леса На нем Должны выполнять Все виды работы Помимо лесопользования То есть они берут Основная масса У нас порядка 400 договоров Заключено Это лесозаготовка Помимо того Что они рубят древесину Они должны делать Противопожарное Обустройство лесов Они должны Заниматься Лесовосстановительными работами Подготавливать Кочву Сажать лес Уход За посадками Осуществлять И так далее То есть Вся ответственность За данный участок леса Ложится на арендатор Сказать, что все они Не выполняют Договорные обязательства Нельзя Есть примеры Некоторые добросовестно Работают и выполняют Все как положено Но Очень значительная часть Не выполняют Те работы Которые необходимо выполнять Культура поведения Населения Желает лучшего Так мягко сказано Вообще Еще достаточно Низкая культура Скажем Если Да наверное Сто процентов Всех Загораний В лесу Причина Это человек Проводим Работу Призываем Листовки выпускаем В СМИ Печатаемся По радио выступаем По телевидению Сужета Что не ждите В эту сухую траву Не расставляйте Незатушенных костров Там Выйти осторожно Там С сигаретами В лесу Ну Все равно Человеческий фактор Здесь присутствует Это вот В пожарном отношении А посмотрите Рядом Практически С каждым Населенным пунктом Если есть лесной массив Какие-то несанкционерные свалки Возят в лес Ну Тоже это Отсутствие культуры Здесь как бы Две причины Наверное Первая Отсутствие должного Организации По сбору Утилизации Вот этих твердых бытовых отходов Скажем Для строительного мусора Первый вопрос И второе То же самое Культура поведения Организации